Добрый день! Мы начинаем урок геометрии. Сегодня на уроке мы повторим материал по теме окружность. Окружность – это множество точек, равноудаленных от данной точки, называемой центром окружности. Прямая, имеющая с окружностью единственную общую точку, называется касательной к окружности. Касательная – перпендикулярно радиусу, проведенному в точку касания. И если прямая, проходящая через точку на окружности, перпендикулярна радиусу, проведенному в эту же точку, то прямая является касательной. Отрезки касательных к окружности, проведенные из одной точки, равны и составляют равные углы с прямой, соединяющей данную точку с центром окружности. То есть отрезок ВА равен отрезку СА, и угол ВАО равен отрезку углу САО. Центральный угол – это угол, вершина которого лежит в центре окружности, а стороны пересекают окружность. Вписанный угол – это угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность. Центральный угол равен дуге, на которую он опирается. Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны. На чертеже мы видим, что угол АФС, угол АМС, угол АНС и угол АВС опираются на дугу АС. Значит, эти углы равны. Вписанный угол, опирающийся на полуокружность прямой. На чертеже показан угол АМВ и угол АНВ, которые опираются на диаметр окружности. Как известно, диаметр делит окружность на две полуокружности. Поэтому данные углы прямые. Угол между касательной и хордой равен половине дуги, на которую он опирается. Если две хорды окружности пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков другой хорды. Если из одной точки проведены касательная и секущая к окружности, то произведение всей секущей на ее внешнюю часть равно квадрату касательной. В любом вписанном четырехугольнике сумма его противоположных углов равна 180 градусов. И обратное утверждение. Если сумма противоположных углов четырехугольника равна 180 градусов, то около него можно описать окружность. Свойства описанного четырехугольника. В любом описанном четырехугольнике суммы противоположных сторон равны. И обратное утверждение. Если суммы противоположных сторон выпуклого четырехугольника равны, то в него можно вписать окружность. Решим задачу. Радиус окружности, вписанный в трапецию, равен 42. Найти высоту эту трапеции. На чертеже мы видим, что высота трапеции – это и есть диаметр, вписанный в трапецию окружности. А, как известно, диаметр равен двум радиусам. Значит, высота равна 2 умноженное на 42. Это и есть 84. На окружности отмечены точки А и В, так, что меньшая дуга АВ равна 92. Прямая ВС касается окружности в точке В, так, что угол АВС острый. Найдите угол АВС, ответ дайте в градусах. АВ – это хорда, ВС – касательная. Угол между хордой и касательной равен половине дуге, на которую он опирается, то есть половине дуги АВ. А это есть 46 градусов. Через точку А, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке К. Другая прямая пересекает окружность в точках В и С. Причем АВ равно 4, а С равно 16. Найти АК. По свойству хорды и касательной произведение всей хорды на ее внешнюю часть равно квадрату касательной. Подставив данные числа в наше утверждение, мы получим, что АК равно 8. Четырехугольник АВСД описан около окружности. АВ равна 7, ВС – 10, СД – 14. Найти сторону АД. По свойству описанного многоугольника сумма противоположных сторон равны. Подставив наши числа, данное равенство, мы получим, что АД у нас равно 11. Четырехугольник АВСД вписан в окружность. Угол АВД равен 39. Угол САД равен 55. Найти угол АВС. Ответ дать в градусах. Угол САД и угол СВД опираются на одну и ту же дугу. А значит, они равны по 55 градусов. Следовательно, угол АВС равен сумме углов АВД и ДАС. Подставив числа и сложив, мы получим, что угол АВС равен 94 градуса. В угол С величиной 83 градуса вписана окружность, которая касается сторон угла в точках А и В. Точка О – центр окружности. Найти угол АОВ. Ответ дать в градусах. Касательная АС и касательная СВ. По свойству касательных они перпендикулярны радиусу окружности. Значит, угол САО прямой. И угол СБО тоже прямой. Сумма углов четырехугольника равна 360 градусов. Нам известно три угла. Найдем четвертый угол, и он будет равен 97 градусов. На окружности по разные стороны от диаметра АВ взяты точки М и Н. Известно, что угол НБА – 69 градусов. Найдите угол НМБ. Ответ дайте в градусах. Угол НБА вписанный. Следовательно, дуга АН, на которую он напирается, это есть часть дуги АНБ, которая равна 69 градусов, умноженная на 2. Значит, дуга АН есть 138 градусов. Так как АВ – это диаметр, а мы знаем, что диаметр делит окружность на 2 полуокружности, значит, дуга АВ есть 180 градусов. Чтобы найти дугу НБ, нужно из дуги АВ отнять дугу АН. Мы получим 42 градуса. На дугу НБ опирается вписанный угол НМБ. Если дуга 42, значит, данный угол равен ее половине 21 градус. Точка О – центр окружности, на которой лежат точки А, В, С. Известно, что угол А, В, С – 75 градусов. Угол О, А, В – 43 градуса. Найдите угол В, С, О. Ответ дайте в градусах. Проведем радиус О, В. Рассмотрим треугольник АОВ. Это равнобедренный треугольник. АО и ОВ – это радиусы окружности. По свойству равнобедренного треугольника, углы при основании равны. Значит, угол ОАВ равен углу ОВА. И равны 43 градуса. Поскольку весь угол А, В, С равен 75 градусов, то мы можем найти угол ОВС, который будет равен 75 минус 43. Это и есть 32 градуса. Треугольник ВО, С также равнобедренный, поскольку ВО и ОС – это радиусы окружности. Значит, угол ОВС равен углу ОСВ, и они равны по 32 градуса. Итак, угол ВСО – 32 градуса. Касательные в точках А и В к окружности с центром в точке О пересекаются под углом 72 градуса. Найдите угол А, В, О. Ответ дайте в градусах. По свойству касательных, касательные, проведенные из одной точки, равны. Поэтому отрезок АС равен отрезку ВС. Следовательно, треугольник АСВ равнобедренный. Отсюда угол САВ равен углу СВА. И это и есть 54 градуса. Угол между касательной и хордой равен половине дуги, на которую он опирается. Значит, дуга АВ равна 108 градусов. Угол АОВ центральный, поэтому он равен дуге, на которую он опирается. Следовательно, он равен 108 градусов. Рассмотрим треугольник АОВ. АОВ – это равнобедренный треугольник, у которого углы при основании равны. Нам известен угол АОВ, значит, мы можем найти углы при основании, которые будут равны 36 градусов. Окружность центром в точке О описана около равнобедренного треугольника АВС, в котором АВ равно ВС. И угол АВС – 123 градуса. Найдите угол ВОС. Ответ дайте в градусах. Треугольник АВС равнобедренный. Сумма углов треугольника – 180 градусов. Если известен угол В, то мы можем найти углы при основании, которые будут равны 28,5 градусов. Угол ВАС вписанный, поэтому он равен половине дуги ВС. Угол ВОС – центральный, поэтому он равен дуге, на которую он опирается, то есть дуге ВС. Угол ВОС и угол ВАС опираются на одну и ту же дугу ВС. Значит, угол ВОС равен двум углам ВАС, а это есть 57 градусов. Треугольник АВС вписан в окружность с центром в точке О. Точки О и точки С лежат в одной полуплоскости относительно прямой АВ. Найдите угол АСВ, если угол АОВ – 27 градусов. Ответ дайте в градусах. Угол АОВ – это центральный угол. По свойству центрального угла он равен дуге, на которую он опирается. Значит, дуга АВ – 27 градусов. Угол АСВ – это вписанный угол. По свойству вписанного угла он равен половине дуги, на которую он опирается. Значит, он равен 13,5 градусов. Отрезки АС и ВД – диаметры окружности с центром в точке О. Угол АСВ – 54 градуса. Найдите угол АОВ. Ответ дайте в градусах. Угол ВОЦ и угол ОЦВ равны. Так как треугольник ВОЦ равнобедренный. ВО и ОЦ – это есть радиусы окружности. Значит, угол ВОВЦ тоже 54 градуса. Угол ВОЦ будет равен 180 минус сумма двух других углов, то есть 72 градуса. А в свою очередь угол ВОЦ и угол АОД – вертикальные углы. По свойству вертикальных углов они равны. Значит, угол АОД равен 72 градуса. Центр окружности, описанный около треугольника АВС, лежит на стороне АВ. Найдите угол АВС, если угол ВАС – 75 градусов. Ответ дайте в градусах. Поскольку АВС по условию – это диаметр, то угол, опирающийся на диаметр, вписанный угол, опирающийся на диаметр, прямой. Значит, треугольник АСВ прямоугольный, в котором известен один из острых углов. Значит, по свойству прямоугольного треугольника мы можем найти второй угол, как 90 минус угол А. И получаем 25 градусов. Четырехугольник АВСД вписан в окружность. Прямые АВ и СД пересекаются в точке К. ВК – 8, ВК – 12, ВС – 6. Найти АД. По условию задачи четырехугольник у нас вписан в окружность. Значит, сумма его противоположных углов равна 180 градусов. То есть угол БАД плюс угол БЦД – 180 градусов. Но угол БЦД, в свою очередь, это и есть 180 градусов минус угол БАД. Угол КЦБ смежный углу БЦД. Значит, сумма этих углов – 180 градусов. Подставляем значение угла БЦД, и, выполнив преобразование, мы получим, что угол КЦБ равен углу БАД. А поскольку эти углы равны, то рассмотрим треугольники АКД и треугольник БКЦ, у которых угол К общий, и мы доказали, что угол КЦБ равен углу БАД. Значит, эти треугольники подобны по первому признаку, то есть по двум равным углам. Из подобия треугольников следует, что соответственные стороны пропорциональны. То есть отношение БК к АД равно отношению БЦ к АД. Отсюда выражаем АД и находим, что оно равно 9. Итак, мы рассмотрели с вами теорию и прорешали задачи по теме окружность. На этом наш урок окончен. Спасибо всем за внимание! Продолжение следует...